здравствуйте дорогие друзья в 2017 2018 годах в рамках проекта реконструкции исторической части города тулы в центре города проводились раскопки мы уже рассказывали о некоторых из них а в этом фильме хочу обобщить всю информацию по раскопкам дать дополнительную информацию и ответить на некоторые ваши вопросы ссылки на фильмы подробно рассказывающие о каждой раскопке будут в описании под этим фильмом на youtube канале неофициальная история если вы их не видели то обязательно посмотрите так как они содержат много деталей а сейчас я перечислю эти раскопки первое раскопки на крестовоздвиженской площади по ним мы сделали четыре фильма второе раскопки в черниковском переулке третье раскопки на улице металлистов четвертое раскопки на проспекте ленина но давайте обо всем по порядку местом создавшим наибольший резонанс в сми тульской области и даже получивших неоднократное освещение федеральных сми была крестовоздвиженская площадь на ней археологи нашли погреба старых торговых рядов и в ста метрах от них братскую могилу фильме посвященном откопанным погребам приводится рассказ руководителя раскопок алексея свиридова где он показывает слой пожара 1834 года находящийся на глубине два метра от современной поверхности вот этот слой как раз который скорее всего связан с пожаром вот этот точный камень торчит а очень много и вот из него происходит основная часть находок потому что время когда все хорошо то люди естественно товары не бросают все с собой носят когда пожар идет этот пожар 1834 года хорошо известен в истории тульского края так как происходил он не только в городе тули а также документально подтвержден и в других городах в тот же 1834 год тульские краеведы часто делают отсылки именно к этому пожару рассказывая про историю тулы или в случае обнаружения каких-либо обгорелых конструкций причем даже по словам официальных историков этот пожар был такой силы что горел даже камень и вот именно этот слой пожара нам и показал археолог и далее на любых раскопках которые глубже двух метров мы будем постоянно видеть именно этот слой пожара 1834 года и ходить далеко не надо буквально в 100 метрах от погребов было найдено массовое захоронение мы выезжали к нему несколько раз по мере того как продвигались раскопки и выпустили три фильма помимо слой пожара 1834 года в этой братской могиле есть еще странности во первых это ориентация захоронений с севера на юг если кто не знал то в православном обычае принято делать погребение ногами на восток а здесь мы имеем тела лежащие ногами на север или на юг но не на восток во вторых это классификация захоронения во время раскопок говорили что это чумное захоронение а сейчас официальные историки даже говорят что на этом месте вообще было кладбище однако сами же официальные историки еще некоторое время назад говорили что на этом месте был рынок и наличие подвалов старых торговых рядов это как раз подтверждает в 17 веке к западу от кремля тулики не жили здесь были ручьи и овраги в 18 веке вода ушла археологи это связывают со строительством плотины для нужд оружейного производства площадку начали обживать купцы территория превратилась в рыночную причем торговля шла успешно если в начале века лавки ставили площадью всего 6 квадратных метров то концу столетия их заменили кирпичные погреба на несколько комнат в конце 19 века здесь закончили строительство крестовоздвиженской церкви от нее название получила и сама площадь которую до сих пор называют крестовоздвиженской первые дороги на этом участке начали прокладывать также в 18 веке согласно официальным данным по указу екатерина второй в черте города близ церквей запрещалось производить захоронение из-за эпидемии чумы которая бушевала в москве в 1771 году собственно по этому указу в туле и были организованы всесхвятское спаска и чулковское кладбище про которые мы уже тоже рассказывали тут нужно понимать что любая инфекционная болезнь приводящая к эпидемии есть следствие плохой санитарной обстановки на этой территории а плохая санитарная обстановка в свою очередь есть следствие катаклизма поэтому эпидемия это последствия сильного пожара в котором погибли тысячи людей и пожар опять же это последствия чего-то более мощного тут все взаимосвязано поэтому рассматривать нужно только все события вместе учитывая их влияние друг на друга по официальным данным чума в туле была только в 1654 году а в 18 веке чумы в туле не было но зато в начале 19 века в была холера которая кстати по внешним признакам похоже на лучевую болезнь это массовое захоронение не может быть старше 18 века и быть чумным по одной простой причине обратите внимание на слой пожара 1834 года который как мы знаем находится на глубине 2 метра от поверхности этот слой прерывается как раз там где находится захоронение и по глубине залегания самый верхний слой тел находился именно на глубине 2 метра то есть если бы хранили в 1834 году или раньше то эти тела просто были бы на поверхности подчеркиваю судя по глубине залегания самого верхнего слоя тел это братская могила была организована после 1834 года о чем и свидетельствует прерванный слой пожара и тот факт что археологи работают не в специальных костюмах биологической защиты также говорит о том что никакой чумы или холеры захоронений нет что касается самих тел было несколько слоев пересыпанных известью некоторые тела были в деревянных гробах выдолбленных из цельного ствола дерева некоторые лежали между ними прямо так без всяких гробов также было обнаружено два кирпичных саркофага очень много было гробов маленького размера видимо детских все гробы и тела лежат очень плотно друг другу что говорит о единовременном захоронении сразу всех при поднятии останков говорилось что будет проведена антропологическая экспертиза с целью установления национальной идентичности и затем все останки будут перезахоронены по православному обряду спустя год после раскопок то есть в апреле 2019 года я направил заказные письма с уведомлением в министерство культуры тульской области и в управление по культуре и молодежной политики города тулы с вопросом что показала эта экспертиза где и когда было произведено перезахоронение письмо отправленное в управление по культуре и молодежной политики вернулась так как за него никто не стал расписываться а из министерства культуры не так и не ответили тогда я направил заказное письмо на имя губернатора тульской области после чего получил ответ сразу и от губернатора и из министерства суть этого ответа сводится к следующему пройдена антропологическая экспертиза примерно 120 человек с результатами можно ознакомиться только лично в министерстве после экспертизы 29 июня 2018 года останки были перезахоронены на городском кладбище номер три все несмотря на то что ответ получен но не номер захоронения не результатов экспертизы так никто и не предоставил но это еще не все во время раскопок я попросила разрешение взять пробы грунта из слоя пожара но получил отказ но несмотря на это пробы грунта все же получилось взять когда археологи уже закончили раскопки ушли мне позвонил один из рабочих и сказал что завтра на этом месте уже будут вязать арматуру для фонтана тогда я поехал и взял образцы грунта и слоя пожара над этим слоем и под этим слоем свои радиоизотопной лаборатории у меня нет поэтому все пробы грунта я разослал трем знакомым в частности две пробы послал алексею кункурову который провел исследование на гамма-спектрометре сертифицированной лаборатории анализы проб показали наличие изотопов цезия которые могут получиться в результате распада урана только при ядерном взрыве причем изотопы были обнаружены только в пробе из слоя пожара по исследованиям проб грунта и стулы на канале алексея кунгурова вышел фильм с подробными объяснениями если кто еще не видел то ссылочка на него будет в описании две другие лаборатории дали похожие результаты подчеркиваю слой пожара находящимся на глубине два метра от поверхности обнаружены изотопы цезия то есть чернобыль тут исключен так как чернобыльская пыль не может попасть на глубину два метра оставив при этом чистым вышележащий слой но вы спросите а тогда откуда эти изотопы могли появиться в грунте 200 лет назад ответ на этот вопрос нам дает тульский государственный архив в его фондах имеется три документа рассказывающих о взрыве огненного шара на тулой причем эти документы не скрываются вовсе они просто не афишируются итак первый документ рапорт крапивинского городничего от 27 октября 1830 года номер 1746 господину тульскому гражданскому губернатору всего октября 27 дня видимо было многими жителями города крапивны след который с восьми с половиной часов по полудни при восточном ветре гладком небе летящий огненный шар тянувший за собой идеально с пропущенным в виде хвоста сине огненного цвета который невысоком расстоянии пролетел город светлыми снизу сверкающим освещением наподобие молнии идете спустя минуты через три сделая удар ощутительный наподобие грома продолжавшегося больше минуты с уменьшением постепенно сего гула о чем вашему превосходительству сим почтеннейший донести честь имею городничий его подпись второй документ рапорт департамента полиции исполнительного отделения 2 донесение происшествий милостивый государь алексей данилович минувшего октября 27 числа пополудни восемь с половиной часов при восточном ветре и ясном небе видим был жителями города крапивны летящий над онем огненный шар который сопровождался на большом пространстве синим огнем блескость образовавшая в виде хвоста кисть высотой атмосферы как бы рассыпалась вниз с ярким освещением наподобие молнии после чего последовал громовой удар продолжавшийся биты биться минуты с полторы после уменьшаться также явно замечено было падение в город тула и окрестностях онова о чем донес государю императору 12 ноября 1830 года подпись в сейчас данный шлем рапорт через третье отделение собственной его величества канцелярии имея честь довести отдельно до сведения вашего высокопревосходительства третий документ содержит текст аналогичный второму только послан на имя управляющего министерства внутренних дел ссылка на эти архивные документы будет в описании под фильмом про взрыв над тулой также был фильм на канале и тогда главным комментарием было что это взорвался метеорит по типу челябинского почему это был не метеорит я рассказываю в том самом фильме а сейчас просто приведу факты которые я опять же нашел в тульском государственном архиве взрыв огненного шара над тулой породил целую цепь событий это эпидемия холеры которая как я уже говорил по внешним признакам похоже на лучевой болезни это мор животных от неизвестной болезни это массовое передвижение войск через тулу призыв солдат из запаса наличие в туле военного губернатора имени которого даже многие местные чиновники не знали наводнение и конечно тот самый пожар в результате которого горели камни справедливости ради замечу что взрыв огненного шара датируется 1830 годом а пожар 1834 годом поэтому это конечно могут быть два не связанных друг другом события а также могут иметь место почистки или даже написание документов задним числом спустя какое-то время после случившегося также не стоит забывать что в это время бушевала эпидемия так называемой холеры и письма по пути следования передавали на карантинных постах методом через огонь то есть с одной стороны от костра стоял гонец и выкрикивал содержание написанного а на другой переписывали на новую бумагу одним словом возможности для искажения и подлогов документов было предостаточно но так или иначе на глубине два метра мы имеем слой пожара содержащий повышенный радиационный фон и изотопы цезия в итоге что мы имеем по факту раскопок в 2018 году как на крест воздвиженской площади так и в других местах первое слой пожара который есть везде в историческом центре тулы на глубине 2 метра он был найден при каждой раскопки подчеркиваю это при каждой второе кости которые находятся в этом слое также в каждой раскопки причем кости почти всегда ломанные и обугленные в перемешку с обломками кирпича особо подчеркиваю что при раскопке братской могилы на крест воздвиженской площади все скелеты были повреждены конечно нам говорят что это отдавление грунта раздавило тела будто грунт есть только над костями а под ними пустота и что характерно гробы были целые а кости в них ломанные при этом заметьте что с такого маленького участка было поднято только официально 120 останков а сама братская могила на самом деле гораздо больше она продолжается в сторону кремля и белого дома в те стороны просто не стали раскапывать и о реальном количестве погребений можно только догадываться третье засыпанные помещения о существовании которых никто не знал и и это не только погреба старых торговых рядов но также неизвестная комната на территории аптеки крафта что на проспекте ленина и другие строения объяснить назначение которых сейчас пытаются официальные историки четвертое блевенчатый тротуар который находится как раз ниже окон засыпанного первого этажа и который утонул в кавычках в культурном слое обратите внимание на человека стоящего на этом тротуаре четко видно что современный уровень земли выше его роста а правее видны окна засыпанного первого этажа если убрать грунт от тротуара до окон дома то получится полноценный этаж с высокими окнами друзья придумал рассказ одного рабочего помогавшего археологам с раскопками там где я копал на глубине двух метров по всей траншеи шли бревна как понимаю мостовая между бревнами археологи находили монеты разные куски стекла здесь на всем протяжении мостовая глубже было не залезть бревна очень крепкие в этом месте где-то 200 300 метров шла почти вся глина археологи говорили что самое интересное как раз находится на уровне мостовой и ниже в самой глине мало находок таким образом на крестовозвиженской площади археологи раскапывали дне кладбище а братскую могилу массовое захоронение жертв ядерной бомбардировки все эти погребения были осуществлены уже после выпадения грунта засыпавшего город так как они располагаются на глубине 2 метра от современного уровня то есть тогда когда в городе начались расчистные и восстановительные работы ясное дело что это не произошло сразу после того пожара а спустя какое-то время за которой тела уже начали разлагаться именно поэтому те тела которые уже были нетранспортабельны их укладывали деревянные гробы точнее колоды выдолбленные ствола а те тела которые можно было переносить так прямо так и хоронили без гробов именно потому что тел было очень много слои захоронения были пересыпаны известью напомню археологи извлекли три слоя тел уложенных вплотную друг к другу среди которых кстати очень много детских и вполне возможно что ниже есть еще слои на ваш вопрос откуда сразу взяли столько гробов отвечу что тут тоже нет ничего удивительного в наше время в любой похоронной конторе есть запас с десяток готовых гробов если собрать по всем конторам то наберется приличное количество сейчас крест воздвиженская площадь это место отдыха туликов на месте массового захоронения установлен фонтан хотя впору было ставить памятник или хотя бы в мемориальную табличку люди ходят отдыхают веселятся даже не подозревая что у них под ногами лежат жертвы чудовищной катастрофы прошлого друзья на этом я с вами не прощаюсь далее будет развитие темы а сейчас благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания а а а а Субтитры создавал DimaTorzok